Записка к собранию. Самоотвод. Мотивация. Самоотвод. Прошу исключить меня из списка кандидатов в Краевую Думу. Предлагаю включить в список Евгения Деньгова. Ниже мотивация. Сегодняшняя ситуация напоминает недавние события, а именно 2021 года. С тем лишь отличием, что тогда, в 2021 году, это был недалекий нарцисс, собравший вокруг себя достаточно разноплановый коллектив, в кавычках, смотря аналитику Краев за 2021 год. А сегодня это подготовленный, образованный гражданин, который способен завести вполне известно куда. То есть сегодня мы получаем не внутреннюю какую-то оппозицию, нет, мы получаем агента организации, в кавычках, цели и задачи которой с огромной долей уверенности вполне можно уложить в несколько слов. Захват государственной власти. Во время порожденного демократами всеобщего маразма, маразм этой группы лиц зашкаливает до такой степени, что даже не укладывается в голове. Говорю это о так называемой ковре. Далее, ковр. Члены, которые козыряют самодельными документами, в кавычках, и учат всех, как надо правильно жить, куда правильно обращаться и так далее, на это и расчет. Люди думают, что это СОБР, ФСБ, МВД, прочие государственные органы, а государственные органы попросту не видят этого маразма, пока агенты тихой САПы формируют вокруг себя среду, дублирующую государственные органы. Для какой цели происходит дублирование государственных органов? В этом следует не мешать разбираться Следственному комитету России. Возьмем идейного вдохновителя местной КО. Гражданин Тороев. Чем он славен в нашей партийной ячейке Николая Сканамури, которой он приписан и из местного отделения железнодорожного района ХКО КПРФ? Первое. Его примечательность. Выборы в 2023 по Николаевску и Николаевскому району он слил попросту, срочно покинув Николаевск на Амуре, и с ним слился весь его коллектив. Второе. Ни одного поручения не выполнил. Пусть меня поправят, если это не так. Третье. Организацию конференции КПРФ в Николаевске, взяв на себя это поручение, слил. Четвертое. Собрание не посещает, вместо этого продвигая интересы тех, кто дублирует государственные структуры власти РФ. Мы кого пригрели? Кого двигаем в Краевую Думу? И предостерегаю вас не только от того, что может получиться от деятельности подобных граждан непосредственно в Нижнеамурской ячейке, сколько о компрометации всей организации, всей политической партии КПРФ. Если он так нужен организации, так пусть сидит где-нибудь потихой в ячейке. Молча и безвредна. Но чем сильнее его двигаете, тем весомее неприятности могут получиться. Вспомните П и его движение. Вспомните, как быстро вознесли его, глупого еще, молодого вора-рецидивиста, согласно справке, предоставленной нам с Краевого комитета, который решил завязать со своим прошлым, приехал к нам в Николаевск из Сахалина, где отбывал последний срок, и был торжественно встречен местным отделением КПРФ. Будучи неумудренным и заносчивым, П достаточно активно обезврежен, забрав с собой свои кадровые активы, часть которых разбрелась, а часть и прибилась к новым любителям трюков. Именно в этот самый коллектив КО. Примерно то же самое происходит и сейчас. В 2021 году вмешался Центральный комитет, но сегодня и Центральный комитет может оказаться бессильным чем-либо помочь. Потому что скомпрометирует региональное отделение и далее всю организацию. А мы парламентская партия, часть правительства РФ. Понятно, что всех надо объединять, что надо наращивать кадровый состав, но не таким же путем. Верно говорил в 1917 году товарищ Ленин, чтобы крепко объединиться, необходимо правильно размежеваться. И действительно, с теми принципами, с теми убеждениями, которые проповедуют, кавычки, представители КО, с ними могут возникнуть в целом прогнозируемые проблемы. Мой самоотвод – это способ привлечь внимание к той ситуации, серьезности которой почему-то не предают. Уверен, что в силу занятости, как часто бывает, мы не видим того, что лежит на поверхности. Да, на собрании меня почти убедили в том, что мне необходимо продвигать интересы партии любой ценой. И в этом считаю, что на меня было оказано мягкое давление. Но наученный опытом товарища Ж. Котова, проанализировав ситуацию еще несколько раз под разными углами внимания, понял, что цена может оказаться достаточно высокой. Возможная и вполне предсказуемая компрометация партии в антигосударственные деятельности, или даже намек на это, это есть та самая цена, которую платить ни в коем случае нельзя. То, что сейчас прочитывается, возможно, последнее нам всем предупреждение. Нам необходимо сделать правильные выводы и принять верное решение. Все остальные точки пускай расставляет Следственный комитет России, когда закончит мероприятие по работе с КОР. Как коммунист и как руководитель информационного дела, я обязан своевременно оперативно доносить информацию до членов КПРФ, в том числе и о возможных угрозах нашей организации, в чем бы они ни проявлялись, как для местного отделения, так и для нашей организации в целом. Краткая справка по КО в наличии. Ссылочка будет под видео. Прошу мою кандидатуру с выборов снять. Настаиваю на этом. Предлагаю кандидатуру коммуниста Евгения Деньгова. Обоснование Деньгов в период до выборов 2022 года практически прошел. В общем-то, документы подал. Все шансы быть избранным у него были. Борьба о противоречии личных интересов со стороны администрации на момент голосования и отсутствие наблюдения со стороны КПРФ на избирательном участке сделали свое дело. А смотрите теперь. КОРОЕВ Е. Документы вообще не подал, попросту выехав из города. Слился. Вместе с теми, кто занял места кандидата по его рекомендации. Пояснение. Со слов гражданки Крикуновой все они заболели. Стали жертвами обстоятельств. Вот так это звучит на их языке. На языке же политики это называется словом саботаж. Есть такой принцип клин клином. Я вот считаю, что здесь именно такая ситуация. Деньгов Е не даст слиться. Тороеву, так сказать, сумеет привести его в чувство. Хочу напомнить о том, что необходимо всем коммунистам подключаться к партийной работе, не создавать видимость работы, собираясь на собраниях и спрашиваясь тех, кто и без того работает для людей, для города, а самим брать на себя поручения и выполнять их. Но только не так, как гражданин Тороев. Прошу приложить данное к протоколу ближайшего мероприятия, озвучить в течение пяти рабочих дней, ознакомить меня о времени мероприятия, с протоколом мероприятия, в случае невозможности по тем или иным причинам, выполнить это, оставляя за собой право выполнить озвучивание данного документа публично, на платформах медиапространства. Коммунисты, сомкнем ряды тесней. Примечание. 17-18 июня 2024 года по данному вопросу я обращался к секретарям местного отделения НКФРФ Николайского района. Второе. Данная записка распространяется по всем возможным устройствам коммуникации и программного обеспечения. Сотики, персональные компьютеры, WhatsApp, Telegram, прочие мессенджеры и так далее. При распечатывании на бумажный носитель наличие оригинальной подписи обязательно. Конец примечания. Руководитель информационного отдела местного отделения КФРФ Николаевского района Роман Зайцев. Депутат собрания депутатов Николаевского муниципального района по первому избирательному округу. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин